Субтитры сделал DimaTorzok Для того, чтобы проиллюстрировать этот момент, я просто накидал рандомных карт из коллекции. На сами карты вообще не стоит обращать внимания. Это просто случайный набор карт, никак не связанный абсолютно ни с чем. То есть каждая отдельная карта нерелевантна в данном случае. Основная цель вот этой колоды проиллюстрировать, как колода должна глобально выглядеть. Для того, чтобы играть стабильно, ровно. И это основной момент. Поскольку наша цель, не вкладывая нисколько денег вообще в игру, заработать как можно больше золотых, То и, соответственно, наша цель основная, исходя из канвы, сюжета, играть стабильно, ровно. Можно даже сказать, играть средне. То есть без каких-то шедевральных мега успехов, но и без проседаний на предмет проигрывания всего подряд. Для того, чтобы играть стабильно, ровно, ваша колода, соответственно, чтобы играть средне, ваша колода тоже должна быть средней. А именно усредненной по всем параметрам. Как этого достичь? Очень просто. Когда вы собираете колоду, варенье, ну это выглядит по-другому немножко, ну вы видели, я думаю, все там внизу, в левом, в левом как бы нижнем углу получается. Вот эта раскладка по затрате маны. По затратам маны, наверное, даже правильно сказать. Так вот, в кругах картежников эта штука, затраты маны, называется по-английски манокюрв. Манокюрв, наверное, как там правильно. То есть, а также широко известная в узких кругах, как курва. Так вот, манокюрва должна быть сбалансирована по-любому. Этого не всегда удается достичь, ввиду того, что на арене, как все прекрасно знают, карты, из которых вы можете выбирать, рандомизированы. Да, то есть, они в случайном порядке появляются. И это каждый раз 90 разных карт. То есть, в каких-то случаях вам могут дать те или иные карты, в каких-то случаях наоборот их не будет. И так далее, и тому подобное. Например, я видел вполне варианты, когда за все 90 карт, предложенных на выбор, не было ни одной за 2 маны. Или ни одной за 7, за 6, за 5. Бывали и такие варианты. Это все элемент случайности, элемент рандома, которого, к сожалению, нельзя избежать никак. Так, но стремиться вот к такому, плюс-минус такому положению монокурвы следует всегда. То есть, она должна быть главным образом, главным образом курва должна выглядеть, как, как это правильно, синусоида. Синусоида вниз идет или вверх? Я, честно говоря, сейчас не помню. Ну, главное, чтобы вот она шла как бы горбом. По-моему, синусоида это называется. К синусоида, по-моему, наоборот, не суть важна. Математики меня поправят. То есть, первый и нулевой слоты мы сейчас не разбираем вообще. Они в уравнении не участвуют ни в коем случае, за очень редким исключением. Седьмой слот чаще всего тоже в уравнении у него не участвует, за тоже небольшими исключениями в зависимости от класса, которым вы играете. Сейчас мы не будем рассматривать, никаких привязок к классам мы делать не будем. То, что я выбрал шамана, это вообще ни с чем не связано абсолютно, помните об этом. Но чаще всего седьмой слот тоже как бы в уравнении не участвует. В основном в уравнении присутствуют слоты со второго по шестой. И это основные слоты, на которых нам надо делать нашу упор, как бы, да, нашей колоды. Приемлемы варианты, когда монокурва идет не по синусоиде, да, а как бы, типа, блин, я не знаю все эти термины, честно говоря, пардоните меня. Но вот как бы горочкой, да, так вот идет вниз. То есть у вас много карт за две маны, много за три. И дальше идет как бы вниз, да, все меньше и меньше карт за четыре, за пять, за шесть, за семь и так далее. То есть это тоже приемлемый вариант. Зависит от каждой конкретной карты, от вашей идеи колоды, что у вас есть в ней и так далее, и так далее. От класса, может быть, даже часто зависит. Но стандартная, стандартная, даже я бы, скажем так, немножко что-нибудь уберем, чтобы было более наглядно. Что у нас за пять маны и за шесть маны. Вот что-то больше похоже вот на такую курву она должна быть. То есть конкретно синусоидообразная. Для чего это все нужно? Дабы не вдаваться в подробности относительно, там, статистик, курвы и так далее, и так далее, и так далее, проще всего сказать будет так. Для того, чтобы колода играла стабильно, ровно, вам нужно, это то, о чем я говорил во второй части, да, когда упоминал карты, то есть в самом начале. Вам нужно на каждый ход играть что-то. Да, то есть колода хорошая тогда, когда каждый ход у нее есть что сделать, да, а не когда у вас, допустим, просадка по четвертому слоту майны, да, и вы, допустим, играете с какое-то существо за три маны на четвертый ход. Конечно, бывают случаи, когда это нужно делать, да, ввиду тех или иных причин. Но сейчас мы рассматриваем ситуацию в вакууме. То есть хорошая, стабильно ровная колода должна, второй ход крича, третий ход крича за три маны, четвертый ход за четыре маны существо, пятый за пять, шесть за шесть и так далее, и так далее, и так далее. До тех пор, пока вы не упрётесь в семь и выше маны, когда вы можете, когда у вас появляются варианты делать больше вещей. Хотя тоже там, ну, главное, что там есть варианты. Так вот, для того, чтобы достичь этого всего, этой основной цели, да, чтобы колода была стабильной, да, то есть вот таким образом надо её делать. Стремиться к этому. Ну, есть, да, нюансы, когда может пойти так в ту или иную сторону, но никогда не следует иметь колоды, в которой полностью отсутствует, допустим, второй, третий, четвёртый, один из этих, ну, один из любых слотов, если речь не идёт о первом, нулевом и седьмом. Вот, то есть в этих трёх могут быть пропуски, со второго по шестой никогда. Вот, и для того, чтобы ещё более наглядно, мысленно разделите колоду на три части, то есть по третям, по сути. Первая треть колоды должна стоить 2-3 маны, вторая треть колоды должна стоить, соответственно, 4-5 маны, да, а третья треть колоды должна стоить 6 маны и больше. Вот, но для этого тоже есть какие-то исключения, да, определённо, у вас может быть больше карт за 5 маны, всё зависит от конкретных карт. Но в идеале это так, то есть, ещё раз повторюсь, треть колоды 2-3 маны, треть колоды 4-5 маны и треть колоды больше. В результате у вас будет, что сыграть каждый ход и, скорее всего, эти существа, которые вы будете разыгрывать, они будут достаточной силы для того, чтобы самим, как бы, в одно лицо, грубо говоря, да, давать вам преимущество на столе. Вот таким образом это должно быть, но, опять же, это очень утрировано, очень-очень утрировано. Редко, когда хорошая идея иметь всю последнюю треть действительно просто конкретно состоящая из тупо карт за 6 больше маны. Это, ну, почти никогда не будет хорошей идеей, да, то есть, чаще всего там будет вот что-то, как, примерно, примерно, как здесь, то есть, в третью часть колоды, в треть, эту последнюю, да, будут залезать карты и за 4, и за 5 маны. И это, это хорошо, это правильно, так оно и будет у вас всегда получаться, вот. Вот. Но важно помнить одно, точнее, две вещи, скажем так. Важно помнить, чтобы ваша курва была выпуклой, и важно, чтобы не было просадок по каждому отдельному слоту. Вот это основное, что нужно запомнить. Соответственно, у вас будут и ранее, ну, рано что сыграть, и в конце игры будет возможность поставить тушку, ту или иную. Потому что очень часто игроки, особенно начинающие игроки, делают часто очень одну простую ошибку. У них в колоде не хватает дорогих карт. У них в колоде мало туш. То есть, вот, допустим, тот же Огр за 6 маны и 6-7, что очень, кстати, очень хорошая карта, но на арене, да, но им пренебрегает зачастую. В результате все это приводит к тому, что в конце игры, допустим, когда там у всех по 10 маны уже, да, вы сидите, выставляете на стол, там, какие-то тощие фигню какую-нибудь, да, там, 3-2, 2-3, там, 3-3 и так далее. А оппонент просто одну за другой ставит существа, там, начиная от 5-5 и выше, да, то есть, тупость затаптывает вас просто масса из тушканов. Этого тоже, вот этого надо избегать. И для этого мы делаем, мы строим колоду именно вот таким образом. Да, конечно, вы все равно не застрахованы от того, что вам не будут приходить в конце игры дешевые карты, равно как вы не застрахованы от того, что в начале игры у вас может быть расклад только из дорогих карт, и в итоге вы там сидите и до пятого хода ничего не делаете. Это элемент трандома, и на него никак невозможно повлиять, за исключением, если у вас колода полностью состоит из карт за 2 маны и полностью состоит из 6 маны, допустим, да, или за 5 маны, да. То есть, когда вы точно, доподлинно знаете, что вот дороже, чем за 2 маны, ничего не сыграете, или дешевле, или дороже, чем за 5 ман, тоже ничего не сыграете, да. Но это, как бы, крайности таких раскладов не бывает, в принципе. Из этих 90 карт, которые вам будут предложены на арене, вы не сможете никогда собрать такую колоду, да это и не нужно. Поэтому просто имейте в виду, что независимо от силового состава карт даже, да, независимо от силы каждой конкретной отдельной карты, у вас обязательно должно быть что-то, что можно сыграть в начале игры, что-то, что можно сыграть в середине игры, и что-то, что можно сыграть в конце игры. Вот. Вот и все. То есть любую колоду мысленно делите на треть, как я уже только что сказал, и выбирайте ваши карты, исходя из этих позиций. Конечно, на арене у вас они не будут появляться подряд, да, то есть вы не сможете набрать сначала там пяток за 2 маны, потом несколько за 3, потом там за 4, за 5, и в конце только набирать тушек. Тушки могут сразу вообще прийти, потому что рандом, опять же. Да, то есть просто надо все время на это смотреть. Благо это не Magic the Gathering, да, где в драфте вы не видите то, что вы набрали. Ну, то есть по идее вы можете туда смотреть, но по факту, по правилам вы не имеете права этого делать. Здесь ваш весь список колоды показан прекрасно в правом углу экрана, и все вам, все видно. Вот. Поэтому вы можете координировать свои действия относительно этого. Так что вот такие дела. То есть простое правило. Делаем монокурву выпуклой и не завышаем одни слоты и не занижаем другие. Избегаем при этом нулевого, первого и седьмого. В большинстве случаев, кроме исключений, которые я рассмотрю чуть попозже в других выпусках нашего гайда. Такие дела. В следующих сериях я уже буду конкретно говорить о конкретных картах. Если быть точным, как выбрать, ну, как понять, какая это хорошая, какая плохая. В отрыве от их рарисности, да. То есть я не буду рассматривать там легенды, да, и так далее, и так далее. Легенды будут уже в следующем выпуске или через один, посмотрим. Так что такие дела. Ну и там будет выпуск, конечно же, о том, какой класс выбирать и так далее, и так далее. А с этим пока что все. Я надеюсь, с курвой и колодой понятно, как она должна выглядеть в вакууме. Если что, конечно, задавайте вопросы. В нашей книге для предложения, она же секса для комментов внизу. А пока, до новых встреч в эфире, граждане.